Дело труба. Новый год у жителей из-за плиты начался с засухи. Уже неделю люди живут без холодной воды. Магистраль перемерзла. Коммунальную аварию управляющая компания не устраняет, лишь создаёт вид бурной деятельности, жалуются пострадавшие. Городской дозор отправился по воду. Уже неделю в этом доме нет никакой воды. Горячая не была предусмотрена проектом, а холодная замерзла в трубе. В доме нет подвала, поэтому труба с водой проложена в подполье. Ещё одного года она не прожила. Замёрзла в январские морозы. У Александры Дмитриевны из-за этого ЧП в квартире полная разруха. Сантехники уже ходят как к себе домой. Да всё бестолку. Они придут, вот тут открывали, а в три раза. Сегодня опять приходили. Я упала, да чуть не в это, полчаса без памяти валялась. И уйдут. Труба перемерзала и раньше, рассказывают старожилы. Но всегда быстро ледяную пробку в ней подогревали. В этот раз ремонтников и воды люди ждут неделями. Выручают то, что рядом с домом имеется колонка. Однако не каждому жителю такая ноша по плечу. Особенно тяжело коммунальную засуху переносят пенсионеры. Родственники стариков, конечно, выручают по мере сил. Но каждый день они приезжать не могут. Для еды-то берём воду-то. А остальное, вот я принесла рабочую одежду и не могу выстирать. Это сколько надо натаскать воды-то в ванну, чтобы хотя бы прополоскать. В управляющей компании уверяют, что наладить водоснабжение могут хоть завтра. Но палки в колеса коммунальщикам якобы вставляют жители нижнего этажа, которые не пускают ремонтников к себе в квартиры. Отремонтировать можно только из восьмой квартиры. Поменять, вырезать кусок и поменять. Попасть в восьмую квартиру пока не могут. Как только слесарь находится прямо в этом доме, как только попадают в восьмую квартиру, слесарь не уйдёт до тех пор, пока не примет все возможные меры к восстановлению водоснабжения. Если водоснабжение до завтра не будет восстановлено, жителям следует обратиться с жалобой в департамент жилищного надзора. Там найдут более действенные рычаги воздействия на управляющую компанию. Юрий Шумков, Николай Косарев, Городской дозор.